В Усть-Джигутинском муниципальном районе 16 образовательных учреждений. В 14 из них 6 июня распахнули двери пришкольные лагеря и посещают их 694 ребенка. В первую очередь это и дети из многодетных семей, малообеспеченных и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году впервые в Джигутинском районе отдых организованный для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как дети проводят летние каникулы узнавала Алла Динаева. Хотя сейчас летние каникулы и во дворе третьей школы Усть-Джигуты шумно. Это весело. Ребята проводят время в пришкольном лагере. Мы еще практически каждый день ходим в библиотеки, в походы. Еще мы каждый день играем тут в футбол. И сегодня они собрались в небольшое путешествие. Чтобы досуг детей был ярким, познавательным, полезным, педагоги разрабатывают план. И каждый день здесь расписан и имеет свое название, где учтены все памятные даты. Кроме основной нашей работы спортивной, развлекательной, оздоровительной работы, мы еще проводим воспитательную огромную работу. Она не навязчивая у нас, она яркая, красочная. Может быть в виде фильма показываем. У нас есть такая возможность, подключенный интернет есть. А тем временем в школьной столовой все шкварчит, кипит и готовится вкусный обед для 45 ребят. Приятно, когда пустые тарелки со звоном. Да, очень приятно, когда все люди кушают то, что ты готовишь. Отдых в пришкольных лагерях для детей начинается в июне, а подготовка к нему идет с апреля. Воспитатели проходят курсы, разрабатывается план на месяц. А уже во время пришкольного лагеря ежедневно ведется работа со всеми, кто осуществляет летний отдых детей, рассказывает заместитель главы администрации у Джигутинского района Светлана Лещенко, которая и координирует эту ответственную, важную и объемную работу. Если, допустим, спортшкола сегодня едет в один какой-то пришкольный лагерь, то Дом творчества направляется в другой. Гости у них ежедневно бывают. Мы очень большое внимание также уделяем безопасности детей. Каждое утро начинается с инструктажа. И, собственно, к ним приезжают и представители МЧС, ЕДДС. Гости у них, полиция, ГАИ, в общем, ежедневно. В уютном дворике школы номер 5 у Сжигуты дети вместе со своими воспитателями и начальником лагеря Эльвирой Кубановой в этот летний день проводят патриотическое мероприятие. Тут есть мячи, скакалки, можно играть в футбол, гонки, веселые старты. Хочется, чтобы лагерь никогда не заканчивался. Мы поем, рассказываем стихи, мы девизы рассказываем. А девизы какие? Можете нам рассказать? Пока мы только звездочки, но вам не долго ждать. Мы скоро станем звездами и будем удивлять. А, это девиз вашего отряда? Да. 40 детишек у нас посещают наш лагерь. Две группы организованы из этих 40 детей. Работая в лагере занимаются 19 человек. 15 воспитателей, начальник лагеря и работники, которые организовывают им питание и обслуживание. Все дети с удовольствием посещают наш лагерь. Не пропускают, да? Нет, не пропускают. Лето – чудесная пора. Для детей – время отдыха, чтобы набраться сил для нового учебного года. Алла Динаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.